Директор Центра АСТа о состоянии Российского оборонно-промышленного комплекса. 11 октября 2019 года. bmpd.livejournal.com Директор Центра АСТа о состоянии Российского оборонно-промышленного комплекса. Российский оборонно-промышленный комплекс, ОПЭКО, на фоне многих других отраслей отечественной индустрии кажется островом процветания. По госпрограмме вооружения, уже третья по счету, в войска поступает достаточно современная техника. По экспорту вооружений Россия прочно занимает второе место в мире. Но так ли безоблачно положение российского ОПЭКО? О вызовах, которые брошены нашим оборонщикам, АИФ рассказал директор Центра анализа стратегии и технологии Руслан Пухов. Си. Максим Блинов, РИА Новости. На гражданке. Наш ОПЭКО сталкивается сегодня с двумя вызовами и одной большой проблемой. Первый вызов – это импортозамещение. Здесь процесс идет в целом вполне успешно. Основный объем импортозамещения приходится на продукцию, производимую украинскими предприятиями. Там было локализовано производство, например, газотурбинных двигателей для кораблей военно-морского флота. Мощные турбореактивные силовые установки для больших военно-транспортных самолетов, например, Д-18Т для ОАН-124 «Руслан» и ОАН-225 «МРИА», тоже производились только на Украине. В этой части главная задача даже не воспроизвести старые советские изделия, а разработать и производить их аналоги сразу на новом технологическом уровне. Что и было сделано и с вертолетными двигателями, и с корабельными газотурбинными двигателями. Постепенно идет также импортозамещение более высокотехнологичных систем, которые до 2014 года. Россия импортировала из Франции, например, тепловизоры для танковых прицелов ночного видения, и других европейских стран, а также Израиля. Второй вызов – это диверсификация, то есть наращивание на мощностях военных предприятий производства продукции двойного и гражданского назначения. Это очень сложный процесс, который требует и от самих компаний ОПЕКа, и от государства больших инвестиций колоссальной организационной и маркетинговой работы. Задачи тут стоят амбициозные – добиться выхода на 30% производства гражданки к 2025 году. И на 50% к 2030 году. По состоянию на прошлый год эта доля составила, по заявлению вице-премьера правительства Юрия Борисова, 20,8%. При этом надо понимать, что для одних секторов диверсифицировать производство гораздо проще, чем для других. Например, в авиастроении, вертолетостроении или кораблестроении это сделать легче, а вот разработчикам и производителям ракетного оружия и систем ПВО гораздо труднее. Тем не менее на МАКС-2019 корпорация «Топтическое ракетное вооружение», например, продемонстрировала целый ряд интереснейших видов гражданской продукции, медицинского оборудования, тренажеров, металлургической продукции. Что поют финансы? Наконец, наиболее животрепещущая проблема ОПК на сегодня это очень сложное финансовое положение большого числа предприятий и компаний. Закредитованность отрасли чудовищ на 2 ТРЛН рубль. Практически вся прибыль, которую удается получить предприятиям ОПК, а это 135 миллиардов рублей, идет на выплаты процентов по долгу. При этом само тело долго не погашается и вообще вряд ли может быть погашено без принятия специальных мер. Отчасти эта история уходит корнями в решение 2012 год. Частично финансировать госпрограмму вооружения на 2012-2020 годы за счет гарантированных государством коммерческих кредитов. Уже тогда высказывались мнения, что главными бенефицарами этого решения станут банки, а не предприятия ОПК или государства. Но с учетом того, что перевооружение надо было запускать как можно быстрее, в целом такое решение было оправданным. Вторая причина – слишком высокая стоимость денег в экономике России. Даже сейчас, при беспрецедентно низкой инфляции, стоимость кредита составляет 8-10%. При этом рентабельность большинства оборонных производств и в целом машиностроительных предприятий составляет в лучшем случае 4-5%, а зачастую колеблются около нуля. И, наконец, о рентабельности. Вообще, по закону при выполнении гособоронзаказа заказчик должен обеспечивать такой уровень цен, чтобы рентабельность была не менее 20%. В реальности, как я уже сказал, хорошо, если 4%. Проблема в том, что с такой прибылью развитие высокотехнологичной промышленности невозможно. Не хватит средств на закупку нового оборудования, строительство новых, современных промплощадок, подготовку и переподготовку персонала. То есть такая низкая рентабельность по гособоронзаказу обрекает ОПК на стагнацию и отставание от конкурентов. Где выход? Выход 1. Обеспечить более высокую рентабельность заказов Министерства обороны. Причем чем более высокотехнологичная продукция, тем больше должна быть прибыльность. А наиболее высокотехнологичная отрасль военной промышленности это производство авиодвигателей, это вообще самые высокие технологии в машиностроении, и систем ПВО. Надо понимать, что российские военные получают вооружение мирового уровня по неслыханно низким ценам, особенно если брать долларовый эквивалент. Если мы сравним цены на все основные системы вооружений и агрегаты, то увидим, что стоимость западных аналогов на десятки процентов, а то и в разы выше. Но чудес не бывает, и такое положение дел не может сохраняться бесконечно. Для поддержания высокой конкурентноспособности российских вооружений и военной техники оборонки надо больше платить. Но сейчас, жалуются оборонщики, Минобороны держат ОПК на голодном пайке. Большие микросхемы. Есть у ОПК и другие проблемы, как доставшиеся в наследство от советского прошлого, так и появившиеся сравнительно недавно. Главное из тех, что возникли еще при СССР, элементная база. Помните шутку про то, что наши микросхемы самые большие в мире. С элементной базой у нас еще со времен СССР дело обстояли неважно. А кратковременное сотрудничество с США в 1990-х ГГ, в том числе по МКС, когда нам охотно продавали электронику и для космоса, и для оборонки, окончательно ее угробило. Потом на Россию наложили санкции, краник перекрыли и мы остались вообще без радиоэлектроники. Кстати, о санкциях. Одна точка зрения гласит, что отлучение промышленности от высоких западных технологий эту промышленность убивает. Прямо противоположное утверждает, что, напротив, заставляет развиваться более интенсивно. Оба мнения верны и неверны по-своему. С одной стороны, санкции действительно очень болезненны. С другой, это шанс выйти из заколдованного круга, в котором ОПК находится не одно десятилетие. Я имею в виду дефицит новых идей и проектов. Скажем, известно, что российские самолеты Су-30 и Су-35 это дальнейшее развитие еще советского истребителя Су-27. И так не только в авиации. Пока Армата не стала массово поступать в войска, основным танком остается Т-72, принятый на вооружение в 1973 году. Примеров много. Плюс от санкций может быть вот какой. Если ты адаптируешься к ним быстрее, чем их вводят, они тебя не калечат. Все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.